Я предлагаю, наверное, мы начнём. Сейчас люди будут потихонечку оттягиваться, но мы пока будем всех приветствовать. Да, добрый вечер, уже говорят. Всем добрый вечер. Всех мы рады сегодня приветствовать. Меня зовут Анна Перминова. Я руководитель Центра Инициатива. И сегодня мы для вас проводим вебинар, который называется «Образование в Словении в 2025 году». И вебинар будет проводить наш партнёр. Это компания 2ТМ. Это наш давний партнёр. Мы сотрудничаем уже с этой компанией несколько лет. И могу вас заверить, что обслуживание, вообще услуги предоставляются на самом высоком уровне. И у нас уже есть поступившие уже в течение нескольких лет абитуриенты разного возраста поступают в учебные заведения в Словении. И мы хотим рассказать вам о том, какие возможности вообще эта страна предоставляет. Потому что это действительно уникальная программа вообще поступления в разном возрасте, уникальные услуги. Поэтому мы пригласили сегодня компанию в лице Татьяны Сорокиной. Татьяна – руководитель отдела образования в Словении. У неё очень большой опыт. Она уже отправила, сделала студентами 277 абитуриентов. Это как бы личная Татьянина заслуга. Поэтому я передаю слово. И хочу, чтобы вы сегодняшним вечером насладились, узнали очень много нового. Пожалуйста, задавайте вопросы и получайте на них ответы. Передаю слово Татьяне. Спасибо. Очень приятно. Ну, мы тогда, да, начнём наш вебинар. Вебинар сегодняшний наш будет посвящён поступлению на учёбу в Словению на 2025 год. Да, сама учёба начнётся в 2025 году, но подготовку к поступлению мы начинаем уже сейчас. Поэтому, конечно же, обсуждаем всё сейчас и вебинар проводим вот заранее, скажем так. Мы обсудим с вами разные вопросы. Вернее, начнём с того, что я проведу презентацию, расскажу основные моменты. Кто-то, возможно, уже что-то знает о Словении, кто-то уже задумывался о переезде в эту страну, кто-то задумывался о поступлении, об учёбе, что-то уже узнавали. Кто-то, возможно, ещё ничего не знает об этой стране. Поэтому начнём с основных, с общих моментов. Я проведу презентацию и далее после презентации отвечу на все ваши вопросы. По ходу презентации вы можете писать ваши вопросы в чат. Ну и по окончанию мы зачитаем все вопросы и отвечу, конечно же, на каждый вопрос. Также хочу сказать, что ведётся запись нашего вебинара и потом вам будет разослана также видеозапись вебинара. Кто-то присутствовал, кто-то, возможно, не присутствует сегодня, но хотел бы посмотреть, зарегистрировался. Поэтому видеозапись будет всем разослана. Ну, начнём тогда, пожалуй, с того, кто мы, кто эта компания 2TM, что мы из себя представляем. Хочется сказать, что наша компания, мы работаем на рынке образовательных услуг с 2015 года. С этого времени мы помогаем поступать в вузы Словении, не только в вузы, но и колледжи, школы. То есть мы охватываем все образовательные учреждения Словении. С этого мы, в принципе, начали в 2015 году. Сейчас наша компания занимается разными направлениями. Кроме того, что мы помогаем поступать, у нас есть своя аккредитованная языковая школа славянского языка. То есть мы проводим курсы славянского разных уровней, начиная с нуля. Курсы с нулевого уровня у нас запускаются практически каждый месяц. А также есть более высокие на уровень А2, В1, В2. Курсы в основном сейчас проходят в онлайн формате. Но также есть курсы вживую, которые проходят летом. Это летний интенсивный курс, непосредственно уже перед приездом на учебу. Он больше ориентирован именно на абитуриентов, тех, кто приезжает уже непосредственно на учебу. Мы командой 22 специалистов, говорим на 10 языках. То есть у нас есть отдел не только, который работает с русскоговорящими студентами, есть отдел, который работает с англоговорящими студентами, а также со студентами на других языках. Это и страны бывшей Югославии. То есть компания у нас такая довольно большая. И, конечно же, удобно, когда всю информацию мы вам доносим на вашем языке. То есть с русскоговорящими студентами на русском объясняем всю информацию, которую предоставляют вузы на Словенском, чтобы не было никаких недопониманий. У нас сейчас зачислено более чем 1950 студентов в разные учебные заведения. На самом деле, да, мы гордимся тем, что каждый год с нами поступают все 100% наших студентов, поскольку мы начинаем с вами работать с самого начала, с выбора учебных заведений, с выбора учебных программ, обсуждаем сразу, какие могут быть нюансы, подводные камни, подбираем программы, которые вам и интересны, и на которые вы можете поступить. Находимся мы территориально в Словении, в столице Словении, в Любляне. Это тоже удобно тем, что всегда наши студенты могут к нам обратиться. Не только по приезду первокурсники, но и обучаясь здесь через год, через два, кто-то заканчивает бакалавриат, идет на магистратуру. Всегда у них есть компания, в которую они могут прийти с вопросами. Кто-то там о продлении, переводы, еще что-то. Разные-разные вопросы. Если это в нашей компетенции мы помогаем, если нет, то подскажем, куда бежать, куда обратиться, потому что это иногда тоже важно, иногда в чужой стране не понимаешь даже, куда тебе бежать. Ну и поскольку своя аккредитованная языковая школа, конечно же, у нас есть уже число слушателей, прошедших с нами курсы славянского языка. Это то, это вот такая основная информация о нашей компании, кто мы. Что касается Словении. Словения небольшая страна, находится она между Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией. Это экологически чистая страна, Словению часто называют зеленым сердцем Европы. Одна из самых безопасных стран, поэтому студенты у нас есть разные, родители не боятся отпускать на учебу сюда и после девятого класса. Ну и очень многие сюда переезжают. Словения очень выгодно расположена, студенты. За счет того, что страна маленькая, в принципе, у нас все рядом. Студенты здесь очень активные и очень часто там собираются на выходные. И на выходные поехали в Австрию, из Любляны, например, из столицы до Австрии, два часа езды, час езды до Италии. Поехали, погуляли, вернулись вечером. То есть здесь вообще все рядышком, конечно же. Это вот почему самословение. Почему здесь выбирают учебу? Почему очень многие едут сюда учиться? Ну, первый, это, конечно же, европейский диплом, который открывает много дверей. Европейский диплом, который признается всеми странами ЕС, признается в США, а также признается рядом других стран. Это качественное образование, которое здесь получают. Образование очень направлено на практику. При этом в самом обучении по любой специальности есть обязательные предметы для изучения, есть выборочные. То есть уже с первого курса у многих есть выборочные предметы. Обязательные предметы, они дают базовую подготовку по выбранной специальности. Выборочные предметы, они с года в год меняются. Они как раз направлены на актуальность профессии. То есть на то, что востребовано сегодня на рынке именно данной профессии. Какими знаниями, какими умениями должен обладать студент. То есть это, да, учеба направлена именно на практику, на то, чтобы студенту по окончании не сказали, забудьте все, а давайте теперь начнем на практике сначала, для того, чтобы студенту сказали, да, очень хорошо, что вы обладаете именно теми знаниями, которые нам нужны сегодня. В Словении близкая культурная среда. А это значит, что легко проходит адаптация студентов. То есть славянский язык, он близок к русскому в том плане, что студенты быстро начинают его понимать. Какие-то слова понятны уже интуитивно. Конечно, совсем другое дело заговорить на этом языке. Заговорить всегда сложнее, у каждого свой языковой барьер. Но для этого, конечно, нужны курсы славянского языка для того, чтобы преодолеть этот барьер и для того, чтобы смыть заговорить на нем. Обучение в европейском учебном заведении – это всегда еще и международные контакты. То есть здесь есть студенты не только из Словении, будут студенты не только из вашей страны, но и будут студенты из другой страны. Это также возможность посмотреть, возможно, на какие-то бытовые вещи другим взглядом, посмотреть, как к этому относятся другие студенты. Международные контакты – это, конечно же, всегда большой плюс, большое развитие. Это возможность также увидеть мир, поскольку в Словении очень развиты программы международного обмена. Словения, в принципе, как страна участвует в этих программах, поэтому эти программы доступны в школах, в колледжах, на магистратуре, на бакалавриате. То есть, в принципе, на всех уровнях обучения можно участвовать в программах международного обмена. Самая известная из них – это программа «Эразмус плюс». По этой программе можно от трех месяцев до года обучаться в партнерском вузе другой страны. Для кого-то, например, учеба в Словении, Словении – это конечная точка, то есть он хочет переехать именно в Словению. Для кого-то Словение может стать отправной точкой, то есть получить здесь образование и дальше с европейским дипломом работать в какой-то другой стране. Тогда логично, конечно же, по программе «Эразмус» выбирать еще ту страну, которая вам интересна в дальнейшем, чтобы посмотреть изнутри, как что устроено, тоже обзавестись какими-то международными контактами, ну и, в принципе, спланировать дальнейшее развитие. На основании обучения в Словении иностранные студенты получают вид на жительство. Это позволяет им не только жить в Словении во время учебы, но и позволяет им беспрепятственно перемещаться по всей Шенгенской зоне. Поэтому студенты настолько мобильны здесь. Также у студентов есть право работать. Могут работать уже во время учебы. Ограничений по часам работы здесь нет. Очень часто на старших курсах студенты работают уже по своей же специальности, таким образом получая опыт работы в европейской компании, что всегда тоже является большим плюсом. Ну и здесь студенты, иностранные студенты, так же, как и славянцы, получают разные студенческие бонусы, студенческие скидки. Здесь есть скидки на проезд, скидки на посещение различных мероприятий, культурных, спортивных. Также есть скидки на питание. Мы всегда говорим, что студент в Словении не останется голодным. По скидкам на питание студентам здесь очень выгодно питаться даже в кафе. Ну и, в принципе, студентам в Словении быть, конечно, выгодно. Где же можно учиться в Словении? В Словении, хотя страна небольшая, здесь функционирует 6 университетов, 48 институтов и 50 колледжей. Самый известный университет – это университет Любляны. Находится он в столице в Любляне. Это самый крупный университет. Здесь больше всего выбор факультетов, выбор специальностей. Второй по величине университет – это университет Морибора. Он второй по величине, но не по значению. Здесь тоже большой выбор специальностей, тоже много факультетов. В университете Морибора больше всего развиты инженерные специальности, И технически самый большой упор идет на эти специальности, но также экономика. Следующий университет – университет Новой Горицы. Этот университет славится своими передовыми лабораториями, оборудованием. Здесь самые сильные программы по физике, астрофизике, по экологии, а также по виноградовству и виноделии. Следующий университет – Приморский университет. Название говорит само за себя, находится он на побережье. В Приморском университете больше всего развиты программы по туризму. Ну и два относительно новых университета – это университет Ного Места и университет Ного Универсия. Эти два университета были созданы путем слияния различных факультетов. То есть эти факультеты, они работали изначально как самостоятельные институты, далее объединились и создали вот такие два университета. Хочу сказать, что учебных программ, то есть специальностей, которые можно изучать в Словении, много. Учебных программ здесь более чем 1500. Всегда сложно ответить на вопрос, когда нас спрашивают, чему можно учиться в Словении. Ну, потому что учиться можно практически всему. Здесь нет единственной, наверное, космонавтики, но и иностранным студентам здесь недоступна общая медицина и стоматология. Все остальные учебные программы, специальности, направления здесь есть и доступны иностранным студентам. Что нужно, наверное, учитывать, то, что иностранные студенты в Словении идут по отдельной квоте, то есть не поступают на места для славянцев. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, для иностранцев выделяют определенное количество мест. На каких-то факультетах больше, на каких-то факультетах меньше. То есть нужно смотреть всегда на количество этих мест для поступления. Образование в Словении проходит по баллонской системе. Первая ступень – это колледжи. Они здесь относятся к высшему образованию. Обучение в колледжах проходит два года на словенском языке. И обучение в колледжах проходит в очно-заочной форме. Обучение в Словении для иностранных студентов платное. В колледжах обучение в среднем от 1500 евро в год. Далее бакалавриат. Это первая ступень уже университетского образования. Бакалавриат здесь длится три года. Есть программы как в очной форме, так и в очно-заочной. С очной формой все знакомы. Это обычное обучение с понедельника по пятницу, обычно в первой половине дня. Что такое очно-заочная форма обучения? Это когда учеба проходит в среднем два-три раза в неделю. Зависит это от расписания. И обычно обучение проходит во второй половине дня. То есть в вечернее время. Такая форма обучения удобна еще и работающим студентам. На бакалавриате есть программы на славянском языке, есть программы на английском языке. Так, что, наверное, еще? Да, по стоимости бакалавриат, магистратура в среднем это от 2,5 до 5,5 тысяч евро в год. Будет зависеть уже от конкретной программы, от конкретного вуза, то есть у всех свои ценники. Магистратура. На магистратуру можно поступать по окончании высшего образования, по окончании бакалавриата как в Словении, так и в вашей стране. Или если кто-то имеет уже полное высшее образование, после него тоже можно идти на магистратуру. На магистратуру можно поступать на ту же специальность, по которой у вас уже есть образование, или на смежную. Магистратура в Словении длится 2 года, и здесь уже будет больше выбор программ на английском языке. По окончании магистратуры доступна докторантура. Докторантура длится 4 года, проходит или на славянском, или на английском языке. Здесь даже больше уже будет на английском. Это вот такие основные ступени образования. И еще хотелось немного рассказать об учебных программах. Понятно, что специальностей здесь много. Все мы не охватим, конечно же. Вкратце расскажу о самых популярных. Если здесь на экране вы не увидите ту специальность, которая интересует вас, вы можете всегда задать нам по ней вопрос. На последнем слайде будут наши контакты. Вы можете написать или нам напрямую, или можете обратиться в инициативу. В среду вам всем будет разослана ссылка на запись на консультацию. То есть вы можете записаться на консультацию, и мы с вами обсудим именно интересующие вас вопросы. Так, ну и о популярных специальностях. Это архитектура. Очень часто ее спрашивают. Ну, кто такой архитектор, понятно, особо останавливаться не буду. IT. Здесь мы относим к сфере IT разные программы. В зависимости от того, каким IT-шником в итоге вы хотите быть, тоже есть разные программы. Есть информатика, есть компьютерные науки, есть веб-технологии, есть data science, искусственный интеллект. То есть здесь тоже можно смотреть разные направления. Дизайн. В область дизайна тоже входят разные учебные программы. Есть разный дизайн. Бывает, да, может быть, дизайн интерьера, графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн одежды. То есть в соответствии с тем, каким дизайнером хотите быть, тоже выбираем направление. О поступлении. Часто говорят, что в Словении просто поступить. На самом деле это так, поскольку на большинство программ поступление проходит без вступительных экзаменов. Здесь важно учесть ваши оценки, есть ли конкурс на программах, подобрать правильно программы. Но при этом на творческих программах все-таки будет вступительный экзамен. На творческих программах нужно будет показать ваш талант. То есть нужно показать на дизайн и на архитектуру, например, нужно показать, как вы рисуете. Здесь обязательно нужно будет сдавать экзамен. При этом нужно не только уметь красиво рисовать, но и нужно учесть то, что для сдачи экзамена вам нужен будет язык. И это славянский язык. Вы должны будете понять на славянском, что вам надо рисовать, в какой проекции, то есть задание выполнить правильно. И после этого у вас еще собеседование. Поэтому если вы ориентированы на какие-то творческие специальности, конечно же, нужно начинать учить славянский язык заранее, чтобы он у вас был на хорошем уровне уже до начала обучения, до начала поступления, до четворческого экзамена. При этом хочу сказать, что при поступлении на большинство факультетов языковой сертификат по славянскому языку тоже не требует. То есть это задача студента учиться на данном языке. Так вот поступление на IT-программы, оно, например, проходит без вступительных экзаменов и без языкового сертификата. Но IT-программы всегда популярны. И там, конечно же, может быть конкурс. То есть тогда будем смотреть на оценки. Для поступления на конкурсные программы нужны будут высокие оценки. И еще три популярных направления. Это экономика, инженерия и туризм. В область экономики мы относим, в принципе, все программы экономического цикла, как, например, менеджмент, маркетинг, международный бизнес, предпринимательство, финансы и другие программы. Инженерных программ тоже довольно много. То есть здесь относятся много технических специальностей, как строительство, машиностроение, мехатроника, энергетика. То есть программ тоже довольно много. Ну и в туризме тоже бывают разные направления. Это может быть, например, оздоровительный туризм, может быть менеджмент туристических компаний, может быть ресторанный сервис. Здесь тоже можно выбрать разные направления. Как все поступление выглядит во времени? Уже начиная с октября, вот сейчас мы уже начали подготовку к поступлению с нашими абитуриентами. Сейчас мы начинаем выбирать программы и начинаем готовить основные документы. Некоторые абитуриенты еще учатся. Кто-то учится в школе, заканчивает 11 класс, кто-то учится на бакалавриате, заканчивает бакалавриат как раз вот в 2025 году. Но переживать насчет этого не стоит. Все успевают с документами, мы все успеваем. Вступительная кампания в Словении начинается в феврале. В феврале она начинается с подачи заявок. Если абитуриент еще учится, то документы доносятся в июне, в июле. Поэтому это все реально поступить уже на следующий год. Так, конечно же, если вы решили поступать в Словению и учиться в Словении на славянском языке, то сейчас тоже как раз то время, когда лучше записываться уже на курсы славянского языка и начинать учить славянский язык для того, чтобы к началу учебы у вас он был уже на достаточном уровне. Так, немножко я сбилась с календаря с нашего. Сейчас начинаем готовиться, готовить документы, выбирать программы. В феврале открывается первый поток, начинается подача заявок и частично подача документов. Если абитуриенты учатся, мы доносим документы в июне, в июле. Далее получаем ответ от учебных заведений в августе, в сентябре. У всех учебных заведений свои сроки как на подачу документов, так и на получение ответов. Поэтому это тоже обсуждаем сразу при подготовке, при расстановке приоритетов по учебным программам, поскольку документы можно подать на три учебные программы. Ну и учеба в высших учебных заведениях здесь начинается 1 октября. То есть к конце сентября студенты уже приезжают на учебу и 1 октября идут в свои учебные заведения. При поступлении, конечно же, сталкиваются с массой каких-то вопросов. Иногда, когда только задумываются о том, чтобы учиться за границей, даже не совсем понятно, с чего начать. С чем сталкиваются, с какими проблемами можно столкнуться при поступлении в славянские вузы. Ну, первое, это, например, неправильный выбор программы и вуза. К нам обращаются иногда, говорят, вот я выбрал себе программу. У нас частая путаница там случается, например, при выборе на сайтах славянских вузов, когда гугл-переводчик как-то неправильно перевел. Вот я выбрал программу, которая называется там социальные сети. Вот я буду работать социальными сетями, а это, оказывается, не социальные сети, а социальные работы. То есть там готовят социальных работников. Это вообще совсем другое направление. Здесь важно тоже не ошибиться, правильно выбрать именно то, что вы хотите, кем вы хотите быть. Второе, это непонимание требований к иностранным студентам. В зависимости от того, из какой страны сам студент, в зависимости от этого могут варьироваться требования славянских вузов. Здесь тоже четко понимать нужно, что от вас вуз запросит, какие документы, где-то только документы, где-то есть собеседование, где-то какой-то дополнительный документ нужен. Поэтому мы и начинаем работу сначала с выбора учебных программ, учебных заведений, дальше обсуждаем уже, какие требования у какого вуза есть. Частая ошибка – это, когда не учитываются квоты для иностранных студентов. У каждого учебного заведения есть отдельная квота для иностранцев. Кто-то выделяет на определенную специальность 50 мест для иностранных студентов, кто-то выделяет 5 мест, кто-то выделяет 2 места. И здесь нужно всегда учитывать, насколько большой конкурс на программах, сколько мест выделено и насколько у вас действительно есть шансы пройти на ту или иную программу. Неактуальная или неполная информация на сайтах вузов. Такое тоже бывает. Чаще всего вузы, конечно же, публикуют у себя на сайте информацию для славянских студентов, которая отличается от требований для иностранцев. И из-за этого тоже бывают какие-то путаницы. Подача неправильного пакета документов. С этим тоже связана та проблема, что иногда вуз просто сообщает абитуриенту, что вы не дослали, дошли вот такие-таки документы. А бывает, что ничего не объясняя, просто абитуриент получает отказ, потому что там не хватало какого-то документа. Или же во время признания документов за нехватающий документ, если он не такой важный был, но вам при оценке документов поставили 0 баллов, и у вас уже упал рейтинг, то есть вы можете на какую-то конкурсную программу из-за этого не пройти. Поэтому здесь очень важно предусмотреть, чтобы весь пакет документов у вас был полностью собран. И чтобы все они были в нужном виде. Сложности с коммуникацией, с вузами и административными органами. Понятно, что если вы славянским начали учить не так давно, то коммуницировать на славянском сложно. Но иногда сложно коммуницировать и на английском языке, в том числе, поскольку все равно есть какое-то недопонимание. Конечно же, проще, когда вам всю информацию предоставляют на русском, то есть мы с вами обсуждаем все на русском, а с вузами мы уже ведем общение на славянском, и здесь у вас информация из первых уст, то есть мы напрямую передаем информацию вам. Недопонимание из-за языкового барьера, то есть это относим к той же области, ну и незнание дедлайна, это тоже делает много проблем, поскольку у каждого учебного заведения свои сроки. А если смотреть на магистратуру, то здесь вообще даже в одном учебном заведении у каждого факультета свои сроки. И очень важно подать все именно вовремя. Чем в этой области помогаем мы? Когда мы начинаем с вами работать, мы проводим аналитику документов и подбираем с вами учебные программы. В зависимости от ваших интересов, в зависимости от того, какие у вас шансы на поступление, от ваших оценок, мы обсуждаем с вами учебные программы и дальше расставляем их уже в приоритетной последовательности. Поскольку мы с вами вместе выбираем программы, мы с вами вместе готовим документы, мы проверяем каждый документ, чтобы он соответствовал требованиям выбранного учебного заведения, соблюдаем все дедлайны. Конечно же, мы здесь можем гарантировать стопроцентное поступление. И у нас на самом деле каждый год с нами поступают все наши студенты. Для вас все это проходит удаленно. То есть мы находимся здесь, мы здесь проводим всю эту процедуру с учебными заведениями. Вы приезжаете уже к началу самой учебы. Ну и кроме того, что мы зачисляем на учебу, мы помогаем еще с получением вида на жительство на основании обучения в Словении. То есть здесь мы тоже и проконсультируем по документам, и просмотрим весь пакет документов, и сопроводим полную подачу, сопровождаем полностью до получения вами карточки ВНЖ. Это то, что делаем мы по образованию. Кроме того, как я говорила, у нас есть разные отделы. У нас, кроме языковой школы, которую я уже немножко вкратце вам представила, у нас есть отдел, который занимается бизнес-эмиграцией. Возможно, это будет интересно родителям. У нас очень часто приезжают дети, а после них говорят родители, что вот, вы знаете, так ребенку понравилось и хочет остаться, и я бы тоже переехал в эту страну. Кто-то действительно переезжает по учебе, и родители тоже часто переезжают по учебе, поскольку здесь нет ограничений возрастных. Кто-то открывает свой бизнес в Словении. У нас есть вот отдельное направление бизнес-эмиграции. Если вас это заинтересует, я передам, конечно же, ваши контакты в наш отдел, который занимается этим направлением, и с вами свяжется менеджер именно этого направления. Даже если вот у вас еще нет решения, что там через месяц все точно я переезжаю, если это только планы, далеко идущие планы, вы всегда можете задать вопрос, что-то уточнить. Ну, если есть вот такие мысли, добро пожаловать. Чем занимается этот наш отдел? Ну, во-первых, разрабатывает индивидуальные стратегии переезда, получение ВНЖ для всей семьи, помогает с регистрацией компаний, ИП в Словении, консультирует по старту бизнеса в Словении, находит комбинированные пути переезда, решает сложные задачи, сопровождение трудоустройства в Словении, оформление трудоустройства по программе BlueCard, спортивное гражданство в Словении, воссоединение семьи, продление ВНЖ, получение ПМЖ, сопроводительные услуги по ведению фирмы. То есть, если будет интересовать что-то еще из этих направлений, то тоже можно будет обратиться к нашим специалистам. Ну, и сейчас на экране вы видите наши контакты, то есть вы можете обращаться, можете писать нам в мессенджеры, можете оставлять заявку на сайте, можете написать нам на электронную почту. Ну, и перейдем тогда к вопросам. Сейчас я открываю чат, посмотрю. Так, первый вопрос у нас, предоставляются ли общежития, колледжи и университеты? Смотрите, автоматически общежития не предоставляются никаким студентам, ни славянским, ни иностранным. Общежития есть, в большинстве городов общежития есть, с ними нужно отдельно списываться, связываться, отдельно бронировать себе комнату. Очень много наших студентов на сегодня живут в общежитиях. Кроме того, что есть общежития, которые относятся к университетам, есть еще частные общежития. В принципе, стоимость проживания не сильно в них разнится. И надо сказать, что в Любляне в столице очень много студентов, поэтому в основном иностранные студенты жатут в частных общежитиях или же снимают комнату в квартире, или у нас есть такая практика, когда абитуриенты будут учиться, допустим, в одном учебном заведении, и они хотят познакомиться еще с кем-то, мы обмениваем их контактами, и они вместе могут, допустим, найти жилье. Там три студента находят трехкомнатную квартиру, у каждого своя комната. Вот такой студенческий вариант проживания такой тоже есть. Следующий вопрос. Диплом IB, DP принимают или нет? Надо языковой сертификат и экзамены. Диплом IB принимают. Языковой сертификат. Смотрите, программы есть, если мы говорим про бакалавриат, то программы есть на славянском языке, есть на английском языке. На большинство программ на славянском языке можно поступать без языкового сертификата. Исключения могут составлять околомедицинские программы. Также языковой сертификат нужен на журналистику, поскольку прям с первого курса они там уже начинают статьи писать, много практики. Поэтому здесь нужен будет языковой сертификат. На большинство учебных программ он не нужен. Если поступают на англоязычные программы, английский должен быть как минимум на уровне B2, чтобы вы, во-первых, могли потянуть учебу. Это в славянском языке можно что-то вы поняли, где-то вы догадались, какое-то слово там сказали правильно, неправильно вас поняли. В английском нет такой близости языков. Вы его либо знаете, либо не знаете. Поэтому для учебы на английском нужен уровень языка не меньше B2. Некоторые факультеты просят языковой сертификат, некоторые даже его не просят. То есть здесь нужно будет смотреть от конкретного факультета конкретной программы. Так, при учебе на английском языке BAL IELTS нужен, нужен ли вообще сертификат? Да, вот как раз только что говорила по сертификатам. Сейчас не готова сказать про BAL IELTS, поскольку здесь преднимают все языковые сертификаты. То есть это может быть IELTS, это может быть TOEFL, это может быть Cambridge, это может быть любой международный сертификат о знании английского языка. Важно, чтобы английский язык по сертификату был не ниже уровня B2. Если меня интересует гимназия, мне сказали, после 9 класса можно поступать туда. Да, верно. После 9 класса здесь можно поступать в гимназию или можно поступать в среднюю профессиональную школу. Образование в Словении отличается от российского образования. Здесь 9 классов, это основная школа, это обязательное образование. После 9 класса все меняют школу. То есть после 9 класса вот есть возможность поступления или в гимназию, или в среднюю профессиональную школу. Обучение в них длится 4 года. Гимназия дает общее образование. По окончанию гимназии вы сдаете матуру. Это вот как ЕГЭ в России, так и здесь матура, которая позволяет поступать на бакалавриат на любую специальность, на любое направление. Если вы после 9 класса выбрали среднюю профессиональную школу, то там у вас уже будет какое-то направление обучения. То есть вы уже изучаете какую-то профессию. По окончанию вы тоже сдаете экзамен, но дальше поступать вы можете либо на ту же, либо на смежную специальность с той, которую вы закончили после среднепрофессиональной школы. Обучение, кстати, в гимназиях и в среднепрофессиональных школах оно проходит на славянском языке. Тоже поступление без экзаменов. Если это, конечно, не творческая, то есть если это художественная гимназия, там, конечно, будет творческий иступительный экзамен. Если это общее образовательное, то там не будет иступительных экзаменов. Поступление на основании документов, ну и языковой сертификат тоже при поступлении не требуют. Следующий вопрос. До какого возраста можно поступать? Здесь нет возрастных ограничений. Поступать можно в любом возрасте. И у нас на самом деле были прям взрослые студенты, которые переезжали вот по учебе даже вот семьями. У нас есть часто, что поступает там мама и дочка, или папа и дочка, папа и сын. Бывает, что приезжает прям вся семья по учебе. Такое тоже есть. Возрастных ограничений здесь нет. Так. Можно ли поступать в магистратуру после получения магистратуры в Российской Федерации? Да, можно. Важно, по какой специальности у вас был бакалавриат. Поскольку, если в России можно из одного бакалавриата поступать на другую специальность, на магистратуру, здесь, в Европе, так нельзя. Здесь будем смотреть на ваш бакалавриат, что у вас есть. Колледжи и университеты, которые возьмут без всех сертификатов и так далее. Колледжи или университеты со спортивным уклоном? Сколько надо на учебу? Сколько показать на счете в среднем на жизнь? Так. Не совсем понятен вот первый вопрос. Колледжи и университеты, которые возьмут без всех сертификатов. Большинство вузов принимают без сертификатов славянского языка. А в колледже вообще не нужен сертификат о знании языка. Поэтому их большинство. Со спортивным уклоном да, здесь есть факультет спорта. При поступлении на него нужно будет сдавать вступительный экзамен. То есть нужно будет сдавать нормативы. И, конечно, тоже вам нужен будет славянский язык для того, чтобы вы поняли задание, что вам нужно делать на этом экзамене. То есть здесь не только хорошая физическая подготовка, но и язык тоже потребуется. Так. Сколько нужно на учебу? В колледжах обучение в среднем от 1500 до 3500 евро в год. На бакалавриате, магистратуре в среднем от 2500 до 5000 евро в год. Конечно, есть программы дешевле, есть дороже, но это уже скорее там единицы. В среднем это вот так. Сколько нужно показать на жизнь? Иностранному студенту, как в любой европейской стране, иностранному студенту также в Словении нужно показать сумму на счете. Это сумма на проживание на год в Словении. Сумма рассчитывается из прожиточного минимума. на сегодня это 5850 евро на человека. Так, хотела еще сказать, что это не замороженный счет. То есть потом эти деньги можно будет снимать. Это вот как раз та сумма, которая нужна студенту, чтобы прожить здесь год. Так, сейчас я пошла в другую сторону. Сейчас вернусь к тем вопросам, на которые еще не ответила. Так, добрый вечер. Какая стоимость курсов славянского языка? Стоимость курсов славянского языка зависит от уровня. От нуля до А1 у нас курсы, это 50 академических часов с преподавателем, носителем языка со знанием русского языка стоимость 280 евро. Это стоимость всего курса. Далее от А1 до А2 данный уровень стоит 240 евро. Это тоже 50 академических часов. Следующий уровень В1, там 120 академических часов и стоимость 450 евро. то же самое В2. То же самое В2 120 академических часов 450 евро. Крайний верхний возраст для колледжа. Его не существует. На самом деле у нас есть студенты 50 плюс. Крайнего возраста нет для учебы. Здравствуйте. В требовании документов для подачи в ВУЗ есть аттестат о среднем образовании и результаты выпускных экзаменов. Заканчиваю среднее по РФ. Неужели нужно будет отправлять результаты ЕГЭ? Да, раньше результаты ЕГЭ требовались. Сейчас ЕГЭ в большинстве случаев не требуют. То есть здесь нужно смотреть конкретно на ваше образование и какое конкретно учебное заведение вы выбрали. То есть большинство учебных заведений ЕГЭ не требует сейчас. Какая сумма нужна, чтобы прожить месяц в стране? Ну вот однозначного ответа здесь, конечно, нет, потому что это зависит от многих фактов. Конечно, жизнь в столице, она будет чуть дороже. Если вы живете в маленьком городе, она будет чуть дешевле. Опять-таки, зависит от ваших привычек. Кто-то готовит дома, кто-то питается в кафе по студенческим бонам, по скидкам, кто-то привык есть только в ресторанах, кто-то проводит выходные дома, кто-то привык каждый выходной куда-то ездить. Здесь Италия, Австрия, Германия, все рядышком, каждый выходной кто-то куда-то ездит, летает. Поэтому суммы, конечно же, у всех разные. Но есть прожиточный минимум. И многие студенты говорят, что им достаточно. Вот в среднем можно ориентироваться это 500 евро в месяц. Так, следующий вопрос. Курсы индивидуальные или групповые? Есть групповые курсы, то есть то, что я вам вот говорила по уровням А1, А2, В1, В2, это групповые курсы. У них, конечно же, есть определенные дни, часы, когда группа собирается, когда вот проводятся занятия. Есть индивидуальные курсы, то есть можно заказать индивидуальный курс, тогда курс подстраивается под вас. Тогда мы с вами согласовываем, какие дни вам удобны, какое время. Согласовываем все с преподавателями и организуем для вас индивидуальный курс. Можно и так, и так. Следующий вопрос. ВНЖ дают на весь период обучения? Денежные средства нужно будет показывать каждый год. Вид на жительство дается на один год. То есть вы зачислены на первый курс по учебе, у вас ВНЖ на этот год. На следующий год ВНЖ вы продлеваете, вы не бросили учебу, вы там перешли на следующий курс, или вы взяли, допустим, повторение года. Такое право есть тоже у всех студентов, вы можете один раз повторить год. Вы зачислены снова на учебу и вы продлеваете ВНЖ на следующий год. То есть ВНЖ продлевается по учебе каждый год. Вы закончили обучение, к концу обучения, конечно же, вам нужно продумать, как вы дальше продлеваете ВНЖ. То ли вы уже нашли работу по работе, то ли вы там оформились как частный предприниматель на этом основании. Кто-то закончив бакалавриат, идет дальше на магистратуру и дальше на основании учебы продлевается. То есть здесь уже будут у всех свои основания. Вид на жительство по учебе продлевается каждый год. Сумма в счете, да, это сумма прожиточного минимума, вам нужно будет показывать, что у вас есть деньги на проживание на год в Словении. Но поскольку на основании вида на жительство и студенческого статуса здесь студенты могут работать и очень часто работают, то это как бы не составляет проблем. Как можно потом подать на ПМЖ? Чтобы подать на ПМЖ, у вас должен быть достаточный срок ВНЖ. Студенческий ВНЖ тоже засчитывается для дальнейшей подачи на ПМЖ, но студенческий ВНЖ засчитывается год за полгода. Для подачи на ПМЖ у вас должен быть стаж ВНЖ 5 лет и потом можно подавать на ПМЖ. Так, пока я новых вопросов не вижу. Если у кого-то есть еще вопросы... Да. Я бы хотела задать такой вопрос. Дело в том, что у нас довольно много взрослых поступающих. Такая у нас особенность есть, что у нас поступают взрослые люди, у которых уже есть образование, иногда и высшее образование, иногда и среднее образование. Я думаю, что многих интересует именно образование в колледжах, потому что взрослые хотят сразу работать, быстренько получить какую-то профессию востребованную и работать. Вот не могли бы вы привести примеры нескольких специальностей, которых можно получить в колледже? Потому что, насколько я поняла, очень сильно отличаются все-таки программы, например, мы больше на Финляндию как-то, да, нацелены в Финляндии и в Словении. В Финляндии у нас в колледжах это, знаете, такие профессии, как, например, сварщик, пекарь, не знаю, там, клининг, ну, такие очень простые. Есть ли какая-то разница именно в образовании в колледжах в Словении и какую профессию там может получить взрослый человек, ну, и, возможно, какие-то востребованные такие, чтобы потом легко устроиться на работу? Так, да, смотрите, те профессии, которые вы назвали, здесь они, в Словении, они на уровне среднего образования, то есть эти профессии можно получать в средних школах. Если мы говорим о колледжах, колледжи здесь относятся к высшему образованию, то есть здесь готовят все-таки больше менеджеров среднего звена. Очень часто в колледже, например, выбирают экономические направления. Здесь есть там бухгалтерский учет, например, есть предпринимательство. И, ну, например, если человек работал в своей стране бухгалтером, он здесь идет тоже на экономику, то есть изучает бухгалтерию здесь, в Словении. Бухгалтеры здесь востребованы. И у нас очень многие взрослые студенты уже на первом курсе находят себе здесь работу. Важно, конечно же, иметь славянский язык. Ну, и какие-то навыки у них есть из своей страны, а уже особенности ведения бухгалтерии здесь они изучают в том же колледже. В колледжах обучение в вечернее время. Обычно это после 16 часов. И это еще не просто дает им возможность в утреннее время работать, а в вечернее время учиться. Это еще устроено так потому, что преподаватели часто практикующие специалисты. То есть они тоже днем работают, а вечером идут преподают. То есть это в том числе прямые контакты с работодателями. То есть ваши же преподаватели могут стать в дальнейшем вашими работодателями. Ну, кроме этого, очень часто в колледжах берут IT-направление, потому что тоже и на основании учебы получают вид на жительство, право работать и какие-то нюансы что-то вот доучивают здесь. У нас есть взрослые студенты, кто в своей стране имеет другое образование. Там когда-то по какому-то направлению закончил университет, работает вообще по другому направлению в России, по тому направлению, по которому работает в России. Образования нет, переезжает в Словению и берет учебу именно по этому направлению. Вот те же, также, допустим, информатика, потому что уже какой-то опыт работы в этой области есть. Здесь еще получают знания и тоже очень часто на первом курсе уже находят работодателей. Так что в колледжах такое тоже есть. Ну, то есть, получается, есть в Словении как колледжи, как высшее образование и, как я понимаю, такие базовые профессии, как среднее, специальное. Это тоже возможно? Да, это тоже возможно. Средние школы тоже есть, тоже возможны. В средних школах это называется образование для взрослых. и оно даже подстроено больше индивидуально. То есть, когда студент приезжает на образование для взрослых, здесь прямо смотрят на то, какое образование он получил в своей стране и программу расписывают прямо под него, что, ага, вам нужно взять вот такие предметы, вот эти, там, мы вам зачтем из предыдущего образования, вы можете уже не брать. И прямо вот расписывают, какие предметы. Дальше дается расписание, они смотрят своих преподавателей и сами как бы прописывают себе расписание, у какого преподавателя, когда занятия, вот, к кому они ходят, на какой предмет. Очень часто вот эти предметы тоже проходят в онлайн формате, потому что, когда это образование для взрослых, все понимают, что, ну, как бы у всех уже организована какая-то своя жизнь, какая-то деятельность, и это как дополнительное образование, как переквалификация, но на уровне среднего образования, да, здесь больше все-таки такие рабочие специальности. Да, понятно. То есть у взрослых больше возможностей, насколько вижу, при смотрении из Финляндии, что есть в колледжах такие два направления рабочей специальности, но не в колледжах, в средних специальных заведениях, в колледжах уже как высшее образование можно получить, если вы специалист с высшим образованием, более такую профессию, похоже, чем вы занимались там в России, да, в колледжах и в Синтеке, да? Ага, ну, тут есть вопросы. Есть тогда у вас родные слова? Да, сейчас, дальше тогда пойдем по вопросикам. Можно еще раз, завтра будет индивидуальную консультацию. Да, вы можете записаться завтра на консультацию. Насколько я понимаю, завтра будет где-то рассослана всем ссылка на запись на консультацию, можете записаться. Если студент в Финляндии едет по обмену на 4 месяца в Словению, то должен ли он оформлять ВНЖ Словении? По международным обменам студенты едут по визе Д. То есть это будет не ВНЖ, это будет другое, это будет виза Д. ВНЖ оформляется, если студент приезжает как минимум на год, то есть на год обучения. подтверждение медсестринского диплома, как происходит. В зависимости от того, что вы хотите. То есть если вы хотите просто подтвердить диплом и работать здесь медсестрой, то это одна процедура. Если вы хотите с этим дипломом поступать дальше на обучение здесь, в Словении, это другая процедура. В зависимости от этого можно уже обсудить именно эти варианты. Если вы хотите прямо работать с вашим дипломом, то подтверждать диплом нужно будет. И опять-таки в зависимости от того, где вы получили это образование, на каком уровне, поскольку медсестер в Словении готовят на уровне бакалавриата. Если у вас образование ниже бакалавриата, то есть это может быть там колледж, это среднее образование, тогда вас могут признать на уровень ниже. Конечно, выгоднее тогда просто получить уже здесь местное образование, причем можно учиться в очно-заочной форме и уже подрабатывать по своей же специальности медсестры. У вас будет право работать и за время учебы, вот бакалавриат 3 года, сестринское дело, вы освоите и местную систему, потому что здесь медсестры, они как бы, ну, даже, наверное, можно сказать, как полуврачи. У них здесь очень много функций. Вот, поэтому, если говорить о медсестре, то, конечно же, выгоднее, наверное, получить образование здесь. Есть ли такой опыт семейного переезда с детьми, куда можно устроить школьника 8-9 класс и ребенок 4-5 лет? Да, есть. У нас довольно много переезжающих семьями, особенно вот как-то в последнее время. 8-9 класс – это основная школа. Образование в основной школе до 9 класса в Словении обязательное и бесплатное. то есть здесь мы зачислим в школу. Ребенок 4-5 лет здесь, ну, тоже важно, да, 4 или 5, то есть если сейчас 5 и по приезду уже будет 6, это первый класс, тоже зачислим в школу, и здесь не будет проблем. Если ребенок маленький, тогда подается на досрочное воссоединение ребенка с родителями. Это тоже возможно, эта процедура чуть дольше, чуть сложнее, чем зачисление в школу, но это тоже мы все делаем, то есть с этим мы тоже помогаем. Какие специальности можно получить на базе высшего юридического образования? В зависимости от того, что вы хотите. То есть если вы хотите юридическое образование, то есть у вас есть бакалавриат, вы хотите поступать на магистратуру, вы можете поступать на магистратуру на юридические программы. Если вы хотите совсем изменить направление, то есть на любую другую специальность вы можете поступать на уровне бакалавриата или колледж, в зависимости от того, что именно вы хотите, какая цель. Если нет языка, как учиться в школе? Если вы про школьников, вот как писали восьмой там класс, то есть школьники до девятого класса, они адаптируются очень быстро, и язык дети выучивают намного быстрее, чем родители, потом еще родителям переводят. На самом деле, когда они погружаются полностью, да, там первый день, как-то, ну, может быть, немножко шок, с вами все говорят, все говорят на славянском, кто-то переходит на английский, что-то понятно, что-то непонятно, начинает отключаться. Буквально через неделю уже начинает включаться ребенок, и начинает уже даже что-то отвечать, что-то правильно, что-то неправильно. Иногда интуитивно понятно, что тебе сказали, ты думаешь, так, то ли я слышал это слово, то ли уже сам придумал, потому что язык близкий, иногда просто вот какие-то смешные окончания. Дети на самом деле включаются в славянский язык очень быстро. Кроме того, для иностранцев основные школы всегда организуют дополнительные курсы славянского языка. Кто-то это делает перед уроками, кто-то это делает после уроков, то есть в зависимости от занятости преподавателей. Но обязательно, когда ребенок приходит в школу, обязательно для него будет дополнительный курс славянского языка. Это вот если школа до 9 класса. Кроме того, если это младшие классы, первый год их просто не оценивают. У них такой адаптационный год. Если это более старший класс, там 8-9 класс, оценки смотрят для поступления уже в дальнейшем в гимназию. Здесь не будет целого года, когда не оценивают, не будут оценивать буквально несколько месяцев, а дальше уже будут оценивать. Иногда прямо спрашивают, ты готов, ты хочешь уже сдавать вместе со всеми? Нет, еще не готов, ну давай там ты еще подготовишься. То есть дают все равно какое-то время на адаптацию. Следующий вопрос. Нужно ли учить славянский язык для обучения и интеграции в обществе? Здесь могу сказать, да, нужно. Чем лучше у вас будет славянский, тем быстрее вы адаптируетесь, тем быстрее вы найдете здесь работу, тем быстрее вы начнете общаться и почувствуете себя здесь получше. А Татьяна, можно вклиниться и попросить вас от Кашиэкспрол? Но, насколько я знаю, славянский, он же входит в группу, по-моему, славянских языков, то есть он такой похож немножко на русский. Что это, может быть, сказать по-славянски, чтобы нашим участникам, те, кто смотрит сейчас, и будут смотреть записи, их там гораздо больше, но поняли примерно, что это за язык такой славянский, может быть, какую-то такую простую фразу. Ну, самое простое, это, наверное, всегда приветствие. Сдай при нас е вечер, зато речим добр вечер, всем добр вечер. Очень похоже. Да, я думаю, что проблем как бы особо в изучении. Да, какие-то слова вот не сразу понимают, сначала при переезде больше понятно, когда читаете, потому что здесь иногда вот даже скажут слово, но другим ударением и не сразу можно понять. Вот. Ну, а так очень много слов действительно похожих. Так, следующий вопрос у нас. Могли бы вы сравнить, где лучше, в Словении или Болгарии, если возможно? Честно, в Словении я уже живу пять лет, в Болгарию в этом году ездила в отпуск. Так, в Словении мне нравится больше. Но это вот чисто мое. Ну, а так, конечно, вы можете посмотреть, вот насколько в там уровне страны выше. Ну, то есть это, наверное, вы можете найти в интернете информацию. Ну, не знаю, я очень рада, например, что я в Словении, в Словении я, конечно, влюблена. Так, для поступления в медицинский колледж или училище, первая степень, нужно ли иметь базовое российское медицинское образование, сколько лет учиться? В Словении нет медицины на уровне колледжа. Медицина идет с уровня бакалавриата. Поступать на бакалавриат можно по окончании 11 классов. То есть, вот если вы сейчас учитесь в 11 классе, можно сейчас начинать подготовку, из осени вы уже приедете сюда на учебу, на сестринское дело. Либо, если вы сейчас учитесь в медицинском колледже, то по окончании вашего медицинского колледжа тоже можно поступать здесь на бакалавриат в Словении. Но медицинское направление это именно начиная с бакалавриата. В гимназии будет время на адаптацию к языку. Смотрите, в гимназии образование уже идет более серьезное. Здесь не будет той адаптации, которая есть до 9 класса. То есть, не оценивать не могут. Оценивать будут обязательно. Оценивать будут на уровне со словенцами. Поэтому мы рекомендуем для гимназии начинать все-таки учить язык заранее. Но при этом будут организованы также и в гимназии дополнительные какие-то курсы. Но если вдруг в гимназии что-то как-то не пошло, то можно взять повторение года. То есть, практически иностранец, если вдруг он не сдал первый год гимназии, он может остаться на второй год еще раз. Но за время обучения в гимназии 4 года можно так остаться на второй год только один раз. Ну, в принципе, для адаптации, для изучения языка этого достаточно. Кто-то... Кому-то это даже не нужно. Кто-то сразу переходит на второй курс. Кому-то... У кого-то там сложнее с языками. Кому-то нужно. Кто-то действительно остается. Так. Где можно обучиться словенскому языку и какой уровень нужен для поступления в колледж? Ну, обучиться можно на курсах словенского. У нас есть онлайн-курсы. Можно записаться на онлайн-курсы. Поскольку Словения не дает визы под языковые курсы, перестали давать визы во время ковида, и визы так и не возобновились, курсы перешли на онлайн-формат. Поэтому словенский язык учат на курсах в онлайн-формате и дальше уже приезжают сюда на учебу. В колледжи, в университеты языковой сертификат не требуется, поэтому как таковых требований к уровню языка нет. Но, конечно, чем выше у вас будет славянский язык, тем легче вам будет здесь учиться, тем легче будет адаптироваться. Самые такие смелые студенты идут прям с уровня А1, но могу сказать, что с уровня А2 это уже вообще вполне реально, то есть это будет уже не так словен. Есть ли такое направление, как физическая терапия или реабилитация? Если есть, то какие там требования для поступлений? Есть физиотерапия, то есть здесь готовят больше массажистов, например, или реабилитологов в том числе. Есть на разных факультетах, на некоторых факультетах просят при поступлении языковой сертификат, но не на всех. Есть факультеты, на которых языковой сертификат не требуется. Но нужно будет смотреть на ваши документы, то есть что там по оценкам, по конкурсу, то есть подбирать тогда нужно будет факультеты. Ну и учитывать, что учеба все-таки на славянском, и лучше славянский начинать учить заранее. Можно поступать в гимназию после 11 класса. Но вообще нет. И на самом деле смысла нет поступать в гимназию после 11 класса. Гимназии поступают после 9 класса. В гимназии обучение 4 года. Обучение тоже платное. В гимназиях обучение от 4,5 тысяч евро в год. После 11 класса логичнее поступать, например, в колледж, где можно получить уже первую ступень высшего образования обучения в колледже 2 года и от 1500 евро в год. То есть здесь логичнее, после 11 класса логичнее поступать или в колледж, или идти сразу на бакалавриат. В зависимости от того, какие интересы, что хочется. Так, следующий вопрос. А если поступать, учиться на повара, то сколько учиться лет? И стоимость за год тоже стоит 150 тысяч евро. Ну, 150 тысяч евро здесь, наверное, ни одно обучение не стоит. Если идти на повара, то это образование можно получить на уровне среднего профессионального. То есть это среднее образование для взрослых, если брать именно повара. Стоимость обучения от 1500 евро в год. Ну, это если брать именно среднее образование. Если смотреть на колледжи из близкого, здесь есть, например, ресторанный сервис. То есть здесь не просто будет поварское искусство, здесь будут разные направления. Кроме того, что будет обучение приготовления еды, здесь также будут предметы, например, по экономике, чтобы вы могли в дальнейшем открыть здесь, например, свой ресторан или организовать свое дело. то есть здесь будут какие-то аспекты, правовые аспекты в этой области вы будете изучать. То есть в колледжах это более уже приближено к высшему образованию. Если именно повар, то это среднее образование. По поводу того, сколько учиться на среднем образовании, срок обучения напрямую зависит от того, какое образование получено в вашей стране и сколько его признают здесь. То есть это может быть срок обучения от одного года до четырех лет. В зависимости от того, какое образование у вас есть. Есть ли аналог наших музыкальных училищ? Ну, это опять-таки музыкальная средняя школа. Да, музыкальные средние школы есть, есть с разными направлениями и стоимость обучения тоже будет зависеть от выбранного инструмента. для поступления в колледж какой возраст максимальный для взрослых? Максимального возраста нет. Я понимаю, что, наверное, в это тяжело поверить, но по 60 лет у нас были тоже, да, студенты в колледжах, то есть за 50 у нас студенты есть. Ограничений нет. Как к россиянам относятся в Словении? Даже не знаю, честно говоря, как ответить на этот вопрос. Нормально относятся, как раньше относились, так и сейчас относятся, ничего не изменилось. Самое важное это какой человек. К какому-то конкретному человеку, как он относится, так и к нему относятся. Сложно что-то сказать. Так, как можно устроиться на работу взрослому при обучении по учнодоучной форме на первом курсе? Работать студенты могут через студенческий сервис. Это официально, то есть вы регистрируетесь, вы зачисляетесь на учебу, на основании учебы получаете вид на жительство, регистрируетесь на студенческом сервисе, выбираете интересующее вас направление, вакансию, идете на собеседование с работодателем, говорите, что вы работаете через студенческий сервис и работаете. Взрослые чаще всего так и работают и едут на учебу в колледже с тем прицелом, что учиться будут вечером, на днем будут все-таки работать. А, Татьяна, а примерно на кого, какую вакансию можно получить? Просто в разных странах по-разному, например, в Москве доставщики, больше всего, наверное, студенты работают. А вот в Словении какие есть примерно для взрослых или для студентов таких, выпускников школ, какие есть примерно вакансии, где можно работать чаще всего? Понятно, что от города зависит, но все же какая там может быть работа? Кафе? Ну, если это там студенты-подростки, и они на бакалавриате на первом курсе чаще всего выбирают кафе, потому что это проще, это им понятно, здесь же они получают еще больше практики славянского языка, еще больше выучивают славянский язык. Если это взрослые люди, у кого уже есть какой-то опыт работы, и он понимает, что делать в той или иной специальности, то есть у нас есть взрослые, те, кто уже с первого курса в колледже уже работает бухгалтерами, есть, наверное, мне легче привести просто вот примеры, кто у нас, кто у нас есть, у нас есть парень, который приехал, он медик, он здесь тоже поступил сначала на учебу, дальше пошел работать, в скорой помощи работает, он и по сей день работает в скорой помощи, сначала через студенческий сервис, сейчас уже устроился на постоянные, у него уже рабочий контракт. В IT очень быстро тоже находят разные компании, логистика, здесь тоже требуется все время специалисты, много логистических разных компаний. В зависимости от того, кто что хочет делать, кто что умеет делать, как себя покажет на собеседовании с работодателем, вакансии можно найти любые. Просто еще, наверное, вопрос в том, что славянским работодателям выгодно брать на работу студентов, они за них платят меньше налога. Поэтому через студенческий сервис очень часто берут на самые разные вакансии. «Сколько дней в неделю учатся в среднепрофессиональной школе и какая стоимость?» По среднепрофессиональной школе, если мы говорим о 15-летнем абитуриенте, который закончил 9 класс, то средняя школа у них, как обычная школа, с понедельника по пятницу, и очень часто это там, не знаю, по пять уроков, по шесть уроков, то есть в зависимости от расписания. Стоимость обучения от 4,5 тысяч евро в год. Если мы говорим о среднем образовании для взрослых, то здесь будет зависеть от конкретного человека, от имеющегося у него образования. И тогда, вот как я сказала, какое-то образование признается, смотрят, какую специальность он хочет получить сейчас, расписывают ему программу, какие предметы ему нужно взять, и дальше он с вот этими предметами смотрит, какой преподаватель, когда преподает и сам расписывает себе расписание. Когда, какие занятия он посещает в какой-то форме. Где-то онлайн, где-то нужно прийти на занятия, где-то вообще приходит на консультацию индивидуальную, ему дают задание, он выполняет, потом приходит, дает экзамен. Здесь очень индивидуально, то есть по среднему образованию для взрослых это очень индивидуальный вопрос. И среднее образование для взрослых от 1500 евро в год. Далее. Есть ли какая-то медицинская страховка, как осуществляется медицинское обслуживание? Да, медицинская страховка есть. То есть студент, когда сюда приезжает, для получения вида на жительство, конечно, тоже нужно будет оформить студенческую страховку. Студенческая страховка, она покрывает обычно самые сейчас как-то по-русски самые неотложные случаи. И в этом году нашим студентам обходилось 166 евро за год. Если нужна какая-то более расширенная страховка, то после получения ВНЖ здесь можно сделать любую расширенную страховку. Какая примерная стоимость аренды квартиры от какой суммы? Варианты разные в зависимости от города, от самой квартиры. То есть здесь сложно сказать, это студия или это однокомнатная квартира или трехкомнатная квартира. То есть по-разному. Могу сказать по проживанию наших студентов. многие живут в общежитии. Общежитие от 150 евро в месяц. Те, кто в Любляне снимают комнату в квартире, например, это около по-моему от 250 евро в месяц. 300. Опять-таки в зависимости от района. То есть если в центре это может быть и 400 евро в месяц за комнату. Если говорить о квартирах, здесь надо смотреть на город, на место расположения в городе от квадратуры, то есть сложно как-то однозначно ответить. Вопросы уже заканчиваются. Я могу сказать тоже друзья, что очень интересные консультации проводят с 2ТМ. Татьяна, наверное, будет проводить. Не знаю, кто именно. Потому что действительно там будет очень много полезной информации. Вам примерно уже подберут какие-то варианты обучения. Первая консультация бесплатная в любом случае. Поэтому вы можете просто для себя, чтобы понять ваши или не ваши, проконсультироваться, узнать возможности переезда с семьей или ваш ребенок поступил учиться. Мы тоже так периодически наши клиенты консультируются. Поэтому всегда такие хорошие отзывы, такие интересные направления. Даже на фотографа можно учиться, я знаю. То есть взрослому очень-очень интересно. Татьяна, вот вам огромное спасибо. Я сама очень много всего узнала. И так много вопросов. Тоже спасибо всем большое. Мне кажется, полезный был эфир. Надеюсь, что всем было полезно, интересно. Так что тоже от всей души вас, Татьяна, благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Да, мне тоже вопросы были очень интересные. Самой было интересно отвечать. Спасибо большое. Спасибо. Завтра всем вышлем ссылочку на консультацию. Передадим все Татьяне. Она со всеми свяжется, я думаю, по WhatsApp и сможете договориться о какой-то встрече, ну, виртуальной, конечно, чтобы уже на все ваши вопросы вы получили ответы. Так что всем я или моя коллега, потому что я не одна все-таки работаю. Не одна, но 22 человека, я помню из презентации. Конечно, да. Так что большое спасибо всем, и Татьяне просто огромное спасибо. Тогда все, до свидания. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...